Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино, говорит и показывает воподом. Сегодня я расскажу об очередной книжке издательства Настя и Никита. Ольга Дворнякова написала, а Ольга Громова нарисовала книжку про снежинки. Немножко опаздываем к новогодним праздникам, хотя впереди еще старый Новый год. Совершенно непонятный праздник для любого иностранца, что это, как может быть вообще старый Новый год. Но книжка-то зимняя, впереди февраль, морозы, самое что и на есть, настоящие зимние. И о снежинках узнать самое время маленьким читателям. Книга предназначена для тех, кто еще не ходит в школу или только-только пошел в первый класс. Потому что здесь рассказываются самые азы того, что характерно для северного полушария нашей планеты. Характерно, в общем, и для крайних югов нашей планеты, близко к Южному полюсу. Именно о снеге. Что такое снег? Как он устроен? Где он выпадает, а где нет? Где он является редким праздничным удовольствием, а где буднично сопровождает все труды и заботы человека. В замечательной совершенно такой полусказочной манере, да, повествование, рассказывается о снежной охоте. Вот профессор, значит, идет со своей собачкой-снежинкой, Ольга Громова все это, как всегда, очень смешно, забавно, мультяшно так нарисовала, да. Идет охотиться на снежинку, то есть изучать снег. Каков он в сугробах, в водоеме, на деревьях, как выглядят снежинки, каких они бывают видов. Вот здесь расписаны все виды снежных кристаллов, да. Как они, почему они образуются, потому что еще и Оган Кеплер, вот он здесь нарисован замечательный такой, один из лучших портретов Кеплера, который я видел. Значит, как они образуются, об этом еще задумывался Кеплер. На самом деле это, конечно, физический уже материал, да, но в книжке, книжка это не школьной физики уровня текст. Это именно рассказ, занимательный для детей, чтобы им было весело изучать, ну, в общем, такое природное явление, как замерзшая вода. Рассказывается о том, что из 10 литров снега получается примерно 1 литр воды, что снег состоит из воздуха, а не только из вот этих вот кристалликов льда, да, снежинок. Рассказывается, какой бывает снег, почему он скрипит, почему на морозе лед звенит от удара, да, как используется снег человеком. Рассказывается о замечательных совершенно северных народах, да, которые строят из своего снега иглу, снежные жилища, вот он здесь нарисован во всех деталях. Вот. Кроме того, природа, сама природа приспособила многие животные и растения к жизни в снегу, под снегом, да, используя снежный покров. Об этом тоже есть рассказ. И самое главное в конце, это, конечно же, искусственный снег, то, что человек начал делать уже, скажем так, ну, переворачивая с ног на голову законы природы. Потому что, допустим, белым медведям в зоопарке очень тошно летом без снега, и специальная машина делает им небольшой сугроб, да. И вот здесь показаны балдеющие совершенно в этом сугробе снежные медведи, которых жалко, но, собственно говоря, такие машины помогут, и еще кондиционер, вероятно, помогут пережить им жаркое лето. Плюс киносъемка, конечно, плюс различные горнолыжные курорты, которые не могут существовать без снега. Очень красивая и очень наполненная материалом получилась книжка. То есть, в принципе, это такое зимнее чтение, которое можно совершенно не по сезону читать, хоть в летнюю жару, хоть когда. Самое главное, чтобы оно возбуждало вопросы, дальнейшие вопросы узнавать. А какие еще бывают времена года, да? Как люди справляются с жарой еще, да? Вот показана специальная машина, два слова не сказано о том, которая делает искусственный снег. А как люди справляются с лютым холодом, да, с ураганным ветром, как устроен окружающий мир. Это все, конечно, будет потом и в популярной литературе, и в познавательной. Но главное, чтобы одна из самых первых книг, которая досталась на эту тему, ну, это, конечно, не первая книга. Вы заметили, да, что это книга для чтения взрослого и вслух, или для самостоятельного чтения от шести лет и старше примерно, да? Значит, это, конечно, не первая книга о снеге, но она возбуждает массу вопросов у ребенка. Она действительно заинтересовывает вот этим вот простым явлением, к которому ты привыкаешь и просто не замечаешь. Даже как-то и сложно собраться с мыслями и рассказать, а что же можно рассказать такого о снеге? Там море всего интересного, и это только начало рассказа. Вот такая прекрасная книга Ольга Дворнякова, иллюстрация Ольги Громовой. Вы, конечно, помните ее записки для моих потомков, да, прекрасные. Вот, проиллюстрированные ею в издательстве Настя и Никита. Это книжка про снежинки. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание.